Всем здорова! Ну что, сегодня вместе с вами мы посмотрим анимацию, Джейден Анимэйшн. Значит, это девушка, аниматор, известная, кстати, в американском ютубе. Был ролик у Мистера Биста, где участвовало там, вроде, сто ютуберов. Мы его, кстати, смотрели. И она выиграла. И она выиграла миллион. И сняла по этому поводу ролик. Анимацию сделала. Погнали смотреть. Когда Карл Джейкобс написал мне в ЛС и спросил, не хочу ли я быть в предстоящем видео Мистера Биста. Да, просто сказали Карл. Я думаю, кто такой Карл Джейкобс. А знаешь, как я узнала? По сережке. Карл с сережкой. Ну, Карл просто сказал Карл и все. А Джей, я даже не знала его фамилию Джейкобс. Скажу честно, моей внутренней реакцией был страх. Мистер Бист, по сути, стал безумным ученым на ютубе. Он может щелкнуть пальцами и изменить реальность в любой момент. Несмотря на часть меня, которая считала, что я должна просто оставаться в комфорте своего дома, я была польщена, что меня пригласили, и хотела просто прийти, сказать привет, а затем трезво отправиться домой. Прикольно такая анимация, как у наших русских аниматоров на ютубе. Ну, так и не... Как будто смотришь русскую анимацию. Ну, так да, так она же давно уже делает. Я приняла приглашение, и еще до того, как я осознала это, я уже лечу в Северную Каролину. Мне вручают специальную форму. Все это прежде, чем я поняла, на что я реально подписалась. На тот момент я даже не знала, будет ли Брис для победителя. Пойдя в зеленую комнату, я ожидала, что никого не узнаю, но к своему облегчению я увидела много знакомых лиц. Я даже воспользовалась этим временем, чтобы спросить Мэтт Пэта, каково было встретить Скотта Коутона. Мэтт Пэт. Мэтт Пэт. Мэтт Пэт. Мэтт Пэт. Мэтт Пэт. Мэтт Пэт. Мэтт Пэт, это же как раз вроде ютубера, который там... По Майнкрафту? По ФНАФу. По Майнкрафту. А, по ФНАФу, да. По ФНАФу, ну... Нас повели по длинному таинственному коридору, пока мы не увидели его. Мистер Бист Куб. После того, как все были внутри, нам сказали, что тот, кто последним покинет куб, будет признан победителем. А, 50 было человек, не 100, сори. И выиграет миллион долларов для своих подписчиков. Это за миллион долларов? Соревнование началось. Люди сразу начали прыгать в огромное впечатление, которое было внутри. Она прикольно в конце сыграла. Я помню. Подбрасывая кучки банкнот в воздух, смеясь, общаясь. Чтобы скоротать время, мы с Джеймсом выложили наших персонажей из купюр на полу. Нет, так это же есть такой тоже аниматор, он таким вот человечком бегает. Похож на Добряка. Я думаю, они раньше начинали. Подсосал Добряка стопудово. Ну да, конечно, так и было. Явно. Вот Ильш, похожий персонаж. Подсос! По личной камере для видеоблога, чтобы запечатлеть испытания от нашего первого лица. И я думаю, что я действительно была единственным человеком, который не записал ни секунды на эту штуку. Вообще забила. Я просто подумала, что не собираюсь использовать эти кадры, потому что не собираюсь снимать из них видео, и у них будет много отснятого материала. Оглядываясь назад, возможно, была бы хорошая идея записать что-нибудь. На всякий случай. Я не знаю, может тебе что-то нарисовывать. ...в конечном счете действительно захотела бы использовать что-то. Кто знает, примерно через час или два Джимми вышел на первое бонусное испытание. Одиночный свободный бросок. Промахнулся, и ты выбываешь. Но сделай это, и ты не только вернешься в куб, но и выиграешь кибертрак для одного из своих подписчиков. Да, я помню. И у них было 50 подписчиков, которые просто сидели в комнате и ждали, что что-то произойдет. Да, да. Вот и честно. Точно, тоже были еще подписчики. Ну да, у каждого получается. Сидели и такие, пожалуйста, выиграешь для меня, для меня. Да, 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 господи, пофиг на миллион, давай выйди, выиграешь для меня. А потом он такой разочарованный, ау, но... А ты даже выиграл? Нет, не выиграл. Нет, тут один вроде попал. Кибертрак? Нет, по-моему, нет, никто. Тут попал. Здравствуйте, про дополнительные испытания я была типа, чёрт возьми. Гололомка. Я не собираюсь промахивать и задеть сразу после того, как ничего не произошло. Если бы мои подписчики знали, что происходит, они бы на 100% поняли, что их вызвали не просто так. Если я правильно помню, может быть, два человека в итоге попали в корзину, а трое выбыли. А, ну вот. Я могу ошибаться, но я не помню, потому что не снимала это. Я тоже не помню. Пока я болтала с друзьями, Людвиг подошёл ко мне и спросил мне, хочу ли я сыграть в кости. От нечего делать я согласилась. Майни? Нет, неудивительно, проиграла. И на лице Людвига появилось злое выражение. Ладно, раз уж ты проиграла, я хочу, чтобы ты подошла к Кайси, на ты представилась как... Привет, Кай, я Джейден. Так, какое из моих видео ты видел? Никакое. Может, мне стоило просто промахнуться в одиночном броске? Да. Эй, Кай, я хочу... Ну, я так понимаю, Джейден прохарактер, она такая интроверт. А её, знаешь, мучают. Такое ощущение, какой канал у неё такой, знаешь, типа, 100 тысяч подписчиков, всё, никто про меня не знает. И такое ощущение, так ведёт себя, да? Да, но она очень популярный аниматор вообще. Познакомить. Хей, чувак, я Джейден, рада с тобой познакомиться. Так, какое из моих видео ты видел? Видяга. Извини. Твою мать, я хочу убить тебя. О, Эм. Диага. Так, какое из моих видео ты видел? Повторяй. О, прости, я не видел ни одного. Я не думаю. Всё в порядке. Приятно было с тобой познакомиться. Пока. Не играю больше в кости. Кай, я очень спокойна насчёт этого. Ну, боже мой, мне хотелось содрать в себя кожу. Я застряла с ним в этом кубе до следующего испытания. Во всём виноват Людвиг с этими дурацкими кубиками. Я ненавижу это место. Выпустите. Слушай, странно, что они заранее согласовались, что ей нужно будет выполнить, если она проиграет. Типа, если бы застал ели, знаю, то... Сними байку и покажи сиськи. Например. Что ты проиграла? Давай, показывай. Ты же сыграла, ты проиграла. А чё? Надо как-то условия оговаривать. О, привет, Джимми. Нам сказали разбиться на группу по пять человек, назначив одного капитана команды, который получит иммунитет к следующему испытанию. Я была с Джеймсом, Шлеттом и Чарли в команде. На этот раз мы выбрали... Помнишь, это был мой скритикал? Такой чувак с длинными волосами. Ну, да. Ну, да, ну, да. Капитана с помощью костей. На самом деле, я набрала наибольшее количество очков, но перепоручила это Людвигу, потому что не смогла смириться с мыслью, что, возможно, буду нести ответственность за выбывание товарища по команде. Ну, вот видишь, да. А потом выяснилось, что капитанам просто нужно назначить своим товарищам фигуры для испытания с сахарными сотами из-за кальмара. Окей, я слишком много думала об этом. У меня был треугольник, у Джеймса Круг, у Чарли звезда. Да, самое плохое. А Шлеттом, к сожалению, достался зонтик. Самый неревимый. Так зонтик и выбыл. По-моему, никто зонтик не собрал. Да. Чарли использовал новую технику под названием наплюй форму столько, сколько сможешь, чтобы это растворилось. Это было действительно отвратительно. В итоге он почти доверху наполнил форму слюной. К концу две звезды выдали, и ни один зонтик не прошел через это. Да, я помню, что все зонтики сломались. Пока, Шлетт. Было очень забавно наблюдать, как мистер Бис поднимает крышку с ладом Чарли и тут же с отвращением отшатывается. Ну, он сделал. 14 из 50 человек были исключены. О, как фолгайси падают. И честно говоря, для меня этого было достаточно. Проигрыш в любой момент был неизбежен. Это было больше, чем я ожидала. Да, она даже не рассчитывала. И снова оставили ждать. Возможно, в видео мистера Биста это не кажется долгим, но было около 9 вечера, когда мы приступили ко второму испытанию. Получив указание выбрать партнера, мы с Джеймсом пожали друг другу руки, готовые к следующей игре в команде. И замерли, когда выяснилось, что мы только что выбрали себе соперника. Очередная тактика игры в кальмара. Я, наверное, должна была это перевидеть, но я не ожидала этого. Персонал Биста представил следующее испытание, вкатив гигантскую башню Дженги. Победитель остается, проигравший уходит. К сожалению, самая любимая игра в гигантскую Дженгу между Киэсай и Эй Джейм заняла буквально 2 часа. Да, я помню, было очень долгое. Все задолбались. Что у нас, вероятно, не будет времени играть в Дженгу в течение следующих 30 часов. А, каждому потом свою дали. Киэсай, свалил его на плечи и выбежал из куба. А, я помню, да, было. Так тухо вообще. Все были в шоке. Эй Джей был потрясен. Никто не знал, что делать. Было ли это разрешено? Можно ли просто вынести людей из куба? Ну, в итоге, да, проголосовали. Джимми попросился проголосовать, и почти все решили вернуть Эй Джей обратно. Да, по доброте нашу сердец, но также из-за страха от жестокого обращения. Так как гигантская Дженга потерпела крах, закончилась тем, что пришлось искать... А, ну, кстати, да. Получается, если ты даешь право, типа, чтобы его выгнали, то можно в следующий раз любого человека так выпинывать вместе с собой, и все. Типа, что при сезоне не создавать. ...комплектов обычной Дженги. Да, они сразу притащили. Полночь в Северной Каролине. Они не ели нормально. Подвиг, который кажется невозможным, но я чувствую, что Джимми мог просто позвонить президенту Дженга и заказать доставку всего этого вертолетом в течение 30 минут. Это заняло время, но немного больше обычных, хотя все же приемлемого размера, в башне Дженги были готовы. По ходу нашей игры Джеймс и я заключили соглашение, что тот, кто выбыл, сообщит внешнему миру, что с другим все в порядке. А, как будто в ложниках. Телефонов не было, ничего. Наши друзья знали только то, что мы в мистер-бисткубе и не отвечали в течение 14 часов. Ну как, наверное, сутки сидели. В итоге дело дошло до того, что, наблюдая, как Джеймс вытаскивает последний кусочек, я поняла, что у меня не осталось ничего, что я могла бы безопасно вытащить. Я вот-вот проиграю. Ну, если он... Мне отлеснула волна блаженства. Конечно, я уйду, но это ничего. Я снова буду свободной во внешнем мире. Понимаешь? Упс, суров и неумолим. Он отнял у меня так много друзей. Из-за стеклянного пола болит попа. Там были друзья у тебя? Все, упал. И все глубже и глубже в окопы. То, что Джеймс выбыл, означало, что я перехожу ко второму дню в кубе. Что за чудо. Наблюдать за остальными играми в Дженгу было все равно, что наблюдать за зоной активных боевых действий. Люди фокусировались, подбадривали, потели, молились. Башни падали одна за другой к ногам выбывших игроков. Это было жестоко. И к тому же продолжалось чертовски долго. Чувак, я могу пойти спать? Последняя игра перед концом была между Квакити и популярным бразильским автором Энн Алдина. Вероятно, когда стало известно, что это испытание Дженги... Она показывает, она говорит, что они столько там уже сидят. Мне кажется, часов 16. Она говорит, что был один небольшой паёк. А как они в туалет ходили вообще? Она тоже не рассказывает. То есть такое ощущение по телефону. Что вы терпели все? Да, или подгузники им выдали. Не, понимаешь, что, конечно, это не очень важно физиологически, может, подробности. Но как-то интересно. Как это всё реализовано. Давали, чтобы время выйти. Переприносили. Там туалет переносной. Энн Алдина повернулся к Квакити и сообщил, что он ПРО в Дженги. Квакити никогда не играл. Не та ситуация, в которой вы бы хотели оказаться. Квакити, как сейчас, просил Энн Алдина, не хочет ли он сыграть камень-ножницы-бумагу вместо этого. На что он ответил... Нет. Что справедливо. Но через три часа после начала этой игры они обошли шея к шее. Действительно, это был самый крутой раунд Дженги, который когда-либо проводился. Все, кто был в кубе, собрались вокруг, наблюдая, как Квакити медленно достает самую последнюю деталь из скелета башни Дженги. И как раз в тот момент, когда он собрался это сделать, Энн Алдина попросил камень-ножницы-бумага. Да нет, это было раньше. Он сказал нет. Слишком поздно. Все было кончено. Энн Алдина пытался удержаться, но в итоге... Причем прикольно, что он хвастался... Король Дженги. Догорел я король Дженги, а это еще никогда не играл. Я хвастался. Да, так нельзя говорить всегда. Всегда потом идет все наперекосяк. 18 людей в итоге выбыло. Ладно, сейчас 3 часа ночи, давайте спать. Я искренне думала, что они позволят нам вернуться в наши гостиничные номера на ночь, но... При свете кровати просто дали. Чувак, это просто здорово. Я выиграла билет на ночь в кубе Мистера Биста, где спала рядом в группе людей, которых едва знаю. И утром, в любом случае, меня бы просто исключили первым делом. Когда я готовилась ко сну, мимо проходил Кай. Эй, я как-нибудь посмотрю твои видео. О, красавица. Зачем ты напомнил? Юдвиг, он застал меня это сказать. О, черт, ладно. Блин. Что ж, это немного помогает. Спасибо, что запомнил. Да, перед сном. Он думал, что у меня огромное эго только в течение 18 часов. Кризис предотвращен. Утром в съемочной команде нужно было снова готовиться к съемкам. И это означало, что они включили все лампы в здание. И всех нас ослепила вспышка света. Потом свет выключился и раздался звук, типа... Послышали звуки стройки, и через несколько минут они снова включили цвет. Но на этот раз... Они в темноте что-то строили? ...суошли тротоскоп эффекта по какой-то причине. Это чтобы точно проснулись? ...последствия, когда Джимми вернулся. И указал на вход. И оттуда вышел iShowSpeed. А, да. Ополздон. Ополздон. Ладно, ребят, у вас есть шанс проголосовать за то, что... Кстати, там было типичное поведение Шоу Спида. Конечно, нет. Нет. И нет. Надо было добрым делом пустить его. Но мы все только что пережили окопы, которые, кроме нас, никто даже не мог понять. Мы были связаны травмой, и это было бы несправедливо. Большинство из нас проголосовало за... Нет. Признаюсь, я тоже. Логично. В основном, потому что немного боялась его. Спид посмотрел на Кая. Хотя бы пожми мою руку, чувак. Ты хочешь вытащить меня отсюда? Пока они спорили о дружеском рукопожатии, Людвиг подошел к ним. Надо просто, знаешь, дать Спиду конкурс какой-нибудь. Типа пройдешь конкурс, туда залезешь. Да. Если нет, то все, пошел. Руку Спид. Его рука протянулась к Людвигу. В тот момент, когда их руки соприкоснулись... Он сейчас его вытянется. Он вымазался. ...оттянуть Людвига во внешний мир. Нет, конечно. Мы начали кричать и перенетовать. Мы не могли так потерять одного из наших милых братьев. Людвиг изо всех сил держался за опорную балку. Кому-то из ребят удалось втащить его обратно. И Спид отступил, не забрав с собой ни одной души. Он воскликнул. Это не последний раз, когда вы видите меня. Я помню все ваши лица. Ну да, он же в конкурсе участвовал. Ладно, давайте начнем испытания. Погоди, это там был кулинарный конкурс? Да, и он был в одной из дегустаторов. Дегустаторов, они там еще еду готовили. Конечно, потому что он своего Кая этого засудил. Какого? Вот этого Кая засудил он, да? Темного которого. Там много темных. Красные шапочки? Да, с ним дружат и не пустил его. По сути, это модифицированная версия сделка или нет. Под них в кейсах есть надпись «Безопасно». Панели пропал. Вот это вот. Один человек заглядывает в выбранный кейс, а другой решает, красть или нет. А еще там был Хоули Мэндл. Хей, Хоули фанаты. Люди начали выбывать один за другим. Другие обеспечились безопасностью. В конце концов, Людвиг поднялся на трибуны и спросил, не хочет ли кто-нибудь добровольно понятиться наверх. На тот момент соотношение безопасных кейсов было очень высоким. 60% в пользу безопасных. Прикинув шансы выбрать неверный оттуда, я вызвалась. Людвиг заглянул в выбранный им кейс, поднял голову и сказал мне, что он безопасный. Я знала математически, что я должна украсть кейс, но математика уже меня обожгла. Перед тем, когда я начала нерешительно говорить, что собираюсь украсть, мистер Биз внезапно воскрикнул, что у Людвига участился пульс. Кстати, на нем был пульсометр. Я испугалась, потому что в деле там было исключение. И он был в восторге от идеи не идти домой. Поэтому в последнюю минуту я решила оставить кейс ему. Это была самая безопасная игра. Если там было написано исключение, значит хорошо, я увернулась от пули. Если там было безопасно, значит, по крайней мере, я еще не выбыла. Мне просто нужно сыграть еще раз. Ну да. Черт. Теперь была моя очередь выбрать кого-нибудь. Да, да, да. То, что я не хотела выбирать друга из-за страха, что его исключили. Больше этого я не хотела быть там с кем-то, кого я не знаю. Я выбрала Квакити. Он поднесся на трибуну и я разручил кейс номер два. Там было безопасно. Моим планом было сказать правду, но как можно более неуверенно и нервно. Что подумал? Я использовала все познания языка тела, какие только могла, чтобы выглядеть как можно более виноватой, пока он задавал мне различные вопросы. Некоторое время мы ходили до Окла, пока твои глаза опустились, когда ты сказала, что кейс безопасный, что указывает на чувство вины. Так что я думаю, ты врешь. Я не собираюсь. Все продумала. Я перебегнула чемодан, открыла его. И такая, ха-ха-ха, я тебя переиграла. Это стоило того, чтобы спать в кубе. Боже мой, какое облегчение. Ты даже не представляешь. После того, как все закончилось, группа людей ушла. И, к сожалению, Квакити был одним из них. Осталось 10 человек. Я знаю, что это жестокий мир внутри куба. Но когда впервые между испытаниями тебе приходится часами сидеть с другими участниками испытания, ожидая, когда Джимми Бейтс отправит тебя в очередной раунд. Блин, второй день. Вот, я друг уже как Принглс выглядел, логотип посмотри. А друг не выбыл? Нет, нет, другой. Уже в Дженку играл. Нет, какой? Нет, этот не выбыл. Кубичный вопрос. Но в Дженку с ним играла. Ты действительно начинаешь движаться с выжившими. И было довольно грустно наблюдать, как они уходят. Проходят часы, пока снова не бьет колокол смерти Джимми. И нам снова предлагают объединиться в пары. Мы с Алекс действительно общались и тусовались вместе, как единственные девушки на тот момент. Аня, готовись. Мы объединились. Всем завязали глаза и велели сидеть смирно, пока они не будут готовы. Что само по себе зловеще. Мы вдвоем разработали стратегию и выяснили сильные и слабые стороны друг друга для любых происшествий. Только для того, чтобы открыть глаза и увидеть, как весь куб превратился в кухню. Это была кулинарная битва. Мы реально пались. Че? Алик запонятовала, говоря, что в жизни не готовила. Мы были в шоке, когда мистер Бейтс выгнал судить. Как там можно что-то легкое? Джоу и Честер. А где ты, Вадим, сделал такое удивленное лицо? Ты потом тоже посидел бы, обкакивался бы. Ну, в жизни не готовила я. А вот в жизни не готовила ни разу. Ну, она, может, не имеет в виду что-то сложное. Ну, типа база в этом яичницу какую-нибудь, может, ты готовила или что-то еще. Ну, база... А если бы какая-то сложная еда будет? Будет же сложновато. Ну, дело в том, что... Видит что-нибудь такое простое, вкусное? Да, но дело в том, что, допустим, например, смотри, те же фрукты приготовить. Шоколад. Что, нарезать? Нарезать, помыкать шоколад. Это уже вкусно. Нет, я просто про то, что, допустим, смотри, ты печешь оладьи. Чтобы печь оладьи, нужно, по-моему, сказать, должна быть консистенция у теста, чтобы они, например... Нет, я условно говорю тебе, да? И для этого нужно тоже опыт, чтобы понимать густоту. То есть, будут они пышные, не будут они пышные. Насколько там добавляют разрыхлителя какого-то, вот... То есть, а если так ты первый раз готовишь, может не получиться, потому что, может, слишком жидкое тесто, допустим, сделать. Либо, наоборот, будет слишком сухое, прессованное. Профессиональный конкурсный едок. А вот, вкусно. Миранда Косгроу, Привьяфан и Спит. Две худшие команды выбывают, время пошло. В итоге мы остановились на макаронах с сыром и кусочком шоколадного торта. Под любительским названием «Американская комфортная еда». А.К. Единственные две женщины, участвующие в соревнованиях, не умеют готовить и стараются изо всех сил. Судьи обходили всех, чтобы проверить, как идут дела, и в итоге Спит был на нашем месте. Так, когда вы все голосовали, чтобы впустить меня, на чьей стороне вы были? Ну, изначально мы были на стороне «нет», потому что были немного напуганы. Но в итоге мы перешли на «да» в последнюю минуту. Да, Джейден? А, врёт. Я передумала. Ладно, круто. Потому что... Он забыл. Она же голосовала «нет». Знаете, я не забываю, да? Ага. А, нет, он помнил? Позже, во время испытания, Мак и Нолан из команды Биста подошли спросить, что мы готовим. А я в этот момент надирала фистаблс для украшения нашего торта. И я подумала, что было бы забавно, если бы они спросили, что это, а это всего лишь их собственный бренд шоколада. И я такая, закрой глаза, открой рот. И дала Маку кусочек шоколада. И сразу же, не переживала. Что за дерьмого? Это фистаблс? А я такая, да. Да, и он на секунду застыл с открытым ртом. Почему? А Нолан такой, о, у него аллергия. И им обоим пришлось уйти. И что, в смысле, это шоколад? У меня аллергия на фистаблс? Не было так. Нет. Подожди. У меня аллергия на фистаблс. Ты же конкретно на сам фистаблс? У меня такая киржа споткает. Нет, подожди, просто странно, что он сказал, не у меня аллергия на шоколад, именно, да? А конкретно на именно фистаблс. Именно на конкретную марку шоколада как будто. Это фистаблс? То есть, как он понял, что это именно фистаблс? А может, там есть какой-то компонент составляет? Ну, просто, чтобы понять, что это фистаблс, тебе нужно есть другой шоколад, чтобы различать их. Компонент составляет какой-то? Не знаю. А плохо. Я так много извинялась, когда он вернулся. Макс сказал, что все в порядке, и что это просто соревнование. Но я все еще испытывала огромное чувство вины за то, что была такой идиоткой. Людвиг и Амиксом выступили первыми с блюдом из жареной курицы и спаржи. И всем судим, оно очень понравилось. Они поставили им 26 баллов. Что очень прискорбно, потому что я определенно думала, что Спид будет больше злиться на Людвига и снизит их оценку. Мы были следующими, и, к счастью, им тоже очень понравилась наша еда. Джоуи был первым, кто оценил нас, и в итоге поставил нам 10 из 10. И в какой-то момент я все-таки захотела обернуться и показать Людвигу средний палец, как дружеская притворная злоразка. Но я случайно повернулась и показала его Амикси, и мне снова стало так плохо. Он не был моей целью, и я просто была грубой. Джейден, она такая, типа, типичный любой человек, который бесконечно косячит. Мистер Бист, так. И это испытание прошло ужасно. Не из-за кулинарной части, я просто постоянно лажала в общении с людьми. У нас было в целом 26 баллов, что ставило нас в один ряд с французскими парнями. Но теперь выступали Логан Пол и Ник Диджиавани. И я еще не упоминала об этом. Но Ник на самом деле гребаный шеф. Они даже дали нам у него кулинарные книги, как полезные советы в соревновании. А это острый поворот, на мой взгляд. Так что, да, они выбили всех из колеи, набрали 29 очков. Он конечно же умеет играть, да. После них Бакай и Эйджей. А, это чешто рано. Да. Но их еда была не очень. Да, у них была дебильная еда, но они там как-то презентовали прикольно. А что они получили 16? Поев, Спив вскочил и начал разбивать тарелки об пол. А, там Кайдер вскочил. Что? Этвы вскочил и начал разбивать тоже. А, да, и он выпал по верху. А, я тоже хочу. Но они друг друга достойны. Логан пришел в восторг, потому что ему тоже захотелось побить тарелки. Не задумываясь, он побежал присоединиться к Спиду. И мы все закричали на него в панике. Сбитый с толку внезапной переменой в облаке. Забыл. Логан оглянулся на нас. А, причем прикол в том, что он поставил своего сокомандника. То, что команда же должна выбыть. И получается, и вот этот вот шеф, который лучше всех готовил, должен выбыть, нет? Нет, шеф не должен выбыть. Прежде чем понял, он покинул куб. По сей день никто из нас по-настоящему не уверен, сделал ли он это для контента, или это был несчастный случай. В его защиту скажу, что постройка настолько отличалась косметически, что действительно казалось, что он больше не в кубе. В любом случае, он как создатель контента подлетел слишком близко к солнцу. И хотя у него было гарантированное место в финале, он выбыл. Последняя команда из Рубиуса и Спрайдера представила свою испанскую тортилью. Но оказалось, что Спрайдер большой фанат Спида. Поэтому для него он приготовил специальный десерт, который другим судям было запрещено есть. И это, честно говоря, забавно. Мы все затаили в хайле, когда суди давали свои оценки. 22. Аликс и я вышли в финал. Я никогда не подумала, что зайдут так далеко. И вдруг поняла, что мне действительно нужно подумать, что я буду делать, если выиграю. Я ввязалась в это дело, даже не зная, будет ли вообще приз. И теперь столкнулась с реальностью, что могу выиграть всю эту штуку. Шли часы, пока мы в пятером сидели в Кубе. Когда мистер Биз появился в последний раз. Фанели пропал там. Кто-то собирался выиграть 1 миллион долларов для своих подписчиков. И все свелось к этому последнему испытанию. Честно говоря, среди группы людей не было ни одного человека, который не заслуживал бы победы. Все, кто остался, были хорошими людьми, которые хотели сделать что-то действительно позитивное с помощью этих денег. Было здорово познакомиться с ними в течение двух дней в Кубе. И я была действительно горда, что стояла рядом с ними в финале. В центре были сложены 5 кейсов по одному для каждого финалиста. Каждый из нас должен был заглянуть в выборный кейс. Типа отдавать кейсы. В течение следующих 10 минут обсудить, за кого проголосовать. Если вас выбрали, а ваш кейс был пуст, вы выбываете. Но, если вас выбрали, а в вашем кейсе будет 1 миллион долларов. Ну типа, как Панели пропал, только немножко по-другому. Типа, как в Among Us наоборот. Когда начался первый раунд, мы все взяли кейсы. Заглядываю внутрь. Твою мать, я взяла кейс с миллионным долларов в первом раунде. Меня начало трясти. Я не знала, какую стратегию использовать. Я не знала, как все провести, чтобы за меня проголосовали. Помнишь? И во время обсуждения это было определенно видно, потому что я вела себя очень тихо и нервно все время. Десятиминутная дискуссия закончена. Просто они какого-то другого человека голосовали. И образовалась ничья между Людвигом и каким-то образом мной. Это закончится прямо здесь. У нас было несколько минут, чтобы еще раз обсудить и внести изменения голосов. Но Алекс и Ник смогли выяснить, что я проголосовала за себя. Так что Людвиг выбыл. Кейсы были перемешаны. Каждый из нас взял по одному. Я снова вытащила его. Да, снова выпал второй раз, прикинь. Я застыла. Это судьба. Да. Это твое. Слушай, а первый раз говорили, что она вытащила деньги? По-моему, нет. Первый раз не говорили, у кого были деньги. Или показывали. А, не говорили, но... Но вот она только сейчас рассказала, что, получается, у нее вытащили деньги. Нет, второй раз, потому что... Вероятно, мне предстояло остаться незамеченной. За кого-то другого собираются проголосовать. И по статистике я больше никогда не увижу этот кейс. Если сейчас за меня не проголосуют... Она решила жесткую игру. Я проиграю. Начался второй раунд, и все было как в тумане. Я старалась больше говорить, потому что быть тихой в прошлом раунде меня разоблачило. Но я все еще оставалась незамеченной. Пытаясь поддерживать беседу, разрабатывать стратегию и держать себя в руках. Я не могла найти мой винклон. Но через несколько минут Амиксим сказал кое-что, что, по-моему, изменило ход всей игры. Каковы шансы, что Джейден взяла кейс с миллионом дважды? А, перерасказали. Ошибка игрока, спаси меня, спаси меня. Она реально взяла. Я не могла все испортить. Я не знаю, что ответить на это. Теперь все внимание было приковано ко мне. Я могу сказать, что все они думали о том, чтобы принять вызов. Даже тот Джейден, ну не может быть урожен. Я написала свое имя как можно тише, опасаясь, что звук букв выдаст меня. Джейден прочитал их все. Джейден. Алекс. Джейден. Джейден. Все, она уже три раза. Я медленно вышла на середину со своим кейсом. Главное с покерфейсом. Я была единственной, кто знал, что только что произошло. Да, 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 выиграла. Все наклонились, когда я открыла кейс. Лицо, главное каменное. И показала миллион. Да, и все-таки лицо. Лицо. Выбирали компетипушки, и все сразу начали поздравлять меня. Все выбавшие участники, оставшиеся в зеленой комнате, выбежали. Прыгая вокруг меня от радости. Это же не их деньги все равно, по сути. Это же не им лично, это все равно, это подписчикам на что-то. Не так жалко. Все равно ты как бы хотел ты выиграть. Особенно когда ты до финала дошел. Но не так обидно, что это было твое, знаешь, оторвали тебе от сердца. Ну, даже когда ты в игровые какие-то балюты играешь, ты хочешь выиграть, а не проиграть. Ну да, тут азарт уже, азарт. По какой-то глупой эмоциональной причине. Так что, да, я выиграла миллион долларов, чтобы раздать его своим подписчикам. Это лунитюн с количеством денег. Прежде всего, все пять лучших игроков согласились, что тот, кто выиграет миллион долларов, отдаст остальным четырем по сто тысяч, чтобы они тоже сделали что-то для своих подписчиков. Видишь? Вот, она всем раздавала. Здесь не так обидно. 600? Нет, там сверху пометка была вот 700, через звездочку почему-то. А, видимо, кто-то отказался. Вот, а Микси, видимо, решил... Что моим подписчикам не нужная такая подачка. Микси и Нику Диджавани. Оставшиеся 600 тысяч я решила потратить на оплату как можно большего количества. художественных специальностей. Сейчас действительно страшно идти в сферу искусства, поскольку анимационная индустрия переживает трудные времена. А ее угрожение лишить художников работы. В целом, карьерный рост чрезвычайно пугающий и трудный для освоения. Я бы очень хотел облегчить задачи некоторым начинающим художникам, предоставить им возможность получить арт-образование без стресса. Я понятия не имею, как это сделать, но в настоящее время я работаю со всеми квалифицированными специалистами в моем распоряжении, чтобы это произошло. По мере того, как команда Мистера Биста будет разбираться с этим, я буду держать вас в курсе через мой твиттер. И мы во всем разберемся. Я вступила в Мистер Бискуб, готовая просто поговорить со своими друзьями и провалиться в первом же испытании. Ну, кажется, так обычно и бывает. Тогда не рассчитываешь ни на что. Я наблюдала, как мои соратники выбывают один за другим у меня на глазах. И ушла с миллионом долларов для моих подписчиков. Спасибо, Карл, за приглашение. Спасибо всем моим друзьям, которые сделали куб намного приятнее. Спасибо Мистеру Бисту за... Ну, там, бедно было тяжеловато сидеть. Скучно. Что, скучно? Кучу людей. Несмотря на то, что мне пришлось пройти через окопы, я действительно отлично провела время. И, конечно, огромное спасибо команде Бисту, которые сделали это в основном. Это было что-то, чего я никогда не забуду и не испытаю снова. Надеюсь. Что ж, ребят, вот и конец этого огромного видео. Джейден действительно заслужил эту победу, как по мне. Также многим... А, он даже, видишь, арты сделали. ...звызжалась из-за некоторых технических шоколадок. Если вы хотите быть в курсе выхода переводов или предлагать свои новые идеи... Именно арты с ней? Когда она в кубе была? ...в описании. До следующих озвучек. Еще услышимся. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо же за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.